Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Российский импортер подал декларацию на ввоз из Китая контейнера с детскими игрушками, оружие, машинки и мишени для стрельбы. Однако при таможенном досмотре было обнаружено полконтейнера контрафактных пластмассовых автоматов, на которых нанесено обозначение АК-47, сходное с сохраняемым товарным знаком компании АО «Концерн Калашников». У поставщика отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак. Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя и выяснила, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось. Значит, товар везен в Россию незаконно. Игрушки, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен товарный знак, являются контрафактными. На данный момент Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КОАП РФ за незаконное использование товарного знака. Товар арестован и помещен на ответственное хранение. «Спартак Приморья» отказывается выходить на игры, пока команде не выплатят долги по зарплате. Об этом сказано в обращении клуба, направленному губернатору Приморского края, с просьбой вмешаться и разрешить ситуацию. Как следует из обращения, в клубе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате игрокам, тренерам и персоналу составляет три месяца – за ноябрь-декабрь 2019 года и январь 2020. Проблемы команды связаны с образованием нового юридического лица. С 1 января она находится под управлением АНО – профессиональная спортивная организация «Приморья», входящая в структуру хоккейного клуба «Адмирал». Новый управленец гасить задолженность не торопится. Информацию о бойкоте игр ранее публиковали ряд СМИ, но тогда эти данные опровергли в пресс-службе клуба и заявили, что с командой достигнуты договоренности по выплатам. Адмирал проиграл заключительное дальневосточное дерби сезона, уступив Амуру со счетом 4-0. В прошлой игре с этим же противником моряки также проиграли. Самый яркий эпизод стартовой 20-ти минутки произошел спустя 8 минут. Моряки за 30 секунд получили двойное большинство и устроили полутораминутную осаду Хабаровских ворот. Шансы открыть счет были, но «Тигры» продержались. Не увенчалась успехом и вторая попытка «Адмирала» реализовать большинство. На первый перерыв команды отправились при нулевом счете на табло. Со стартом второго периода игра стала более открытой, и это сыграло с хозяевами злую шутку. Моряки, не успевшие восстановиться после матча с уточной давности, перестали успевать за соперниками и вскоре пропустили гол. Локальная неудача уверенности «Адмиралу» не прибавила, и в дальнейшем ситуация становилась только хуже. Амур забросил еще одну шайбу во втором периоде и еще дважды увеличил счет в заключительной 20-ти минутке. Приморский край присоединится к 38-й всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Спортивное мероприятие пройдет 8 февраля на лыжной базе в селе Калиновка Спасского района. Традиционно на старт выйдут любители лыж всех возрастов, спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. Для участников лыжни в селе Калиновке подготовлены 4 дистанции на выбор – 1, 3, 5 и 10 километров. Приезжать необходимо со своим спортивным инвентарем. Участие в мероприятии бесплатное. Победители и призеров наградят медалями и грамотами. Принять участие в лыжной гонке могут жители Приморья и других регионов России, а также иностранных государств. Любители активного зимнего отдыха без ограничения возраста. Дмитрий Беломестнов, новости спорта на 8. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривают депортацию иностранцев с коронавирусом из России, сообщает Интерфакс. По его словам, коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний, что позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлен коронавирус нового типа. Также это дает возможность вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию и карантин. Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. По последним данным, от него погибло уже более 400 человек. Практически все пограничные пункты пропуска между Россией и Китаем возобновили пропуск грузовых фур, сообщает Ревладньюз. Также сегодня нет ограничений на железнодорожное грузовое сообщение. Такое решение поможет стабилизировать ситуацию с ценами на овощи и фрукты, так как начиная с прошлой недели, приморцы стали жаловаться на повышение стоимости в два раза. Ранее Минпромторг Приморья заявлял, что главная оптовая база в Приморье «Дружба» загружена достаточным количеством и дефицита овощей на рынке нет. Однако это не помешало игрокам овощного рынка повысить цены. Скачок эксперты связали с ситуацией по коронавирусу. Так, по информации Ревладньюз, пункте пропуска Полтавка, расположенном в Октябрьском районе края, где введен режим ЧС, 47 фур с овощами и другими сухогрузами уже проходят таможенный контроль. Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию. Около 80% жителей страны считают изменения, предложенные президентом Владимиром Путиным, важными, сообщает известие со ссылкой на опрос в ЦИОМ. Он проводился 24 января, а число опрошенных составило 1600 человек. Согласно результатам исследования, наибольшее одобрение получили социальные инициативы российского лидера. 91% граждан поддержали предложение о закреплении в Конституции, обязательной регулярной индексации пенсий и других социальных выплат. 90% россиян также положительно оценили инициативу зафиксировать мрот не ниже прожиточного минимума. В большинстве своем инициативы Путина поддержали люди старше 35 лет. Внести изменения в основной закон страны российский лидер предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму. В Росстате назвали федеральные округа и регионы самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019-й антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа. Убыль населения в них составила соответственно 110, 54 и 21 тысячу человек. Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской – 19 тысяч, Омской – 17,5 тысяч, Кемеровской области, Алтайском крае, Волгоградской области. Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральном округе. Среди регионов в Московской области, Москве и Тюменской области. При этом отмечается, что сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости не совсем корректно. В крупных регионах и родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью. Игорь Пушкарёв рассказал об этапировании из Москвы во Владивосток. Этот путь занял 1 месяц и 10 дней. Вопрос о том, что больше всего его поразило в процессе пересылки, экс-главе Владивостока задали в социальных сетях, сообщает Ревлад Ньюз. Экс-мэр отметил, что всё относительно. По его мнению, дорога длилась не слишком долго, некоторые добирались по 5 месяцев. Всё это время мы проводили в вагоне. Львиная доля времени приходится на пункты пересылки при СИЗО или исправительных колониях. В вагоне мы находились до 2,5 суток. Что поразило? Много есть чего вспомнить, конечно. Но вот кто видел плацкартный вагон, если боковые убрать, а оставшиеся закрыть ремешками, то в этот отсек, предусмотренный для 4-х человек, помещают 12. Но, говорят, были случаи, помещали и по 15. «Кипяток дают три раза в сутки, столько же раз выводят в туалет. Думаю, что это бесчеловечно, но зависит от конвоя. Всё-таки разумные люди есть, и это спасает», – отметил Игорь Пушкарёв. Напомним, Игорь Пушкарёв в настоящее время находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи. Следующее заседание должно состояться 3 марта. В школе номер 69 Владивостока в этом году отремонтируют лестницу и кровлю. Там также заменят окна и приведут в порядок лестницу, ведущую к учебному учреждению. Капитальный ремонт ждёт и школы номер 42 и 67. Отметим, в 2019 году в школах Владивостока было установлено 45 новых автоматических пожарных сигнализаций. В 42 школах и детсадах смонтировали новые камеры видеонаблюдения. В четырёх учреждениях установили ограждения. Кроме того, в детских садах номер 121 и 184 заменили кровлю. В школах номер 22 и 78 – санузлы. Ремонт пищеблоков прошёл в школах номер 32, 53 и техническом лицее, а также во многих детских садах. Новые спортивные площадки появились в школах номер 38 и 12. Ремонт хоккейных коробок прошёл в школах номер 16, 37, 63 и 67. На улице Зои Космодемьянской во Владивостоке восстановят систему ливневой канализации. Сейчас идёт процедура поиска подрядчика. Ему предстоит уложить в районе дома номер 14 новые трубы диаметром 1000 мм, восстановить два смотровых колодца и две дождеприёмные камеры, смонтировать дополнительные приямки и восстановить благоустройство. Отметим, ливнёвка на улице Зои Космодемьянской, 14, давно вызывала нарекания у местных жителей. Специалисты провели обследование, в ходе которого обнаружены нарушения целостности ливневого коллектора. Напомним, в прошлом году во Владивостоке были отремонтированы десятки участков сети ливневой канализации. Работы проводились на Калинино, Второй поселковой, Героев Варяга, Маковского и по другим адресам. Велись работы по восстановлению люков и решёток сетей ливневой канализации. Вместо старых, пришедших в негодность и украденных люков и решёток, в Краевом центре установили 734 новых. Их меняли на новые и при комплексном ремонте дорог. Приморский художник Дмитрий Лучинин запечатлел ушедшие под воду автомобили на картине. Напомним, 5 января более 20 автомобилей, припаркованных на льду в бухте Воевода, на острове Русский провалились под воду, сообщает Ревлад Ньюс. Тогда десятки рыбаков при помощи спасателей доставали свои авто из моря. Своим творчеством художник поделился на личной странице в социальной сети Инстаграм. Произведение он назвал «Навага». Художник отметил, что как местный житель наблюдает такие картины каждый год и решил написать на этот сюжет картину. Сам он причастен к этой ситуации только как зритель. Укороченная рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в феврале 2020 года. Об этом напомнил Роструд. В воскресенье, 23 февраля, Россия празднует День защитника Отечества. В связи с этим, выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Таким образом, последняя неделя февраля будет укороченной. Рабочими будут 4 дня, с 25 по 28 февраля. Следующая укороченная неделя ждет россиян уже в марте, по случаю Международного женского дня. Партнер выпуска новостей – Торговый дом, Планета безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Евгений. Это железный пункт. sam figurании. Какую учат fubar? Сп honest.